Так, друзья, вас приветствует Адлер. В Адлере сегодня у нас 16.04.2022 год. Температура воздуха очень радует. От плюс 17 до 28 доходит море плюс 11. Вот здесь на набережной в Адлере появился строение, которое теперь вплотную к берегу подходит. Сейчас идут какие-то ремонтные работы, что-то сносят, добят, короче, и всех отправляют в обход, и люди прутся по дороге. Прям печально выглядит. Здесь вот раньше был табрис, сейчас его тоже меняют. Ну, как бы начало такой со стройки, да? Но у нас летняя система, так сказать, благоустройство. Вот больше времени другого не было. Именно только в это время могли сделать, понимаете? По-другому как, по-другому даже было неинтересно, что вы приехали, а вот здесь все хорошо и комфортно. Это туристы, что ли? Полная набережная, что ли? Вот так вот выглядит обход. Прикольно, да? И вот смотрите, насколько ближе к берегу построено это здание. Ну, и морешки, ребята. Здравствуй, красота! Люди вот сюда в парапету подходят и здесь уже отдыхают. Сынники вот пофотографировали маяк дома, он в телеграмме, смотрите. По хэштегу маяк у нас в телеграмме называется море Оз. И дальше проявляемся по набережной. Люди, честно, прям здесь побольше. Я вам хочу сказать, может быть, из-за того, что в курортном Сириусе там как-то все более растянута. Большая набережная здесь более компактная. Из-за этого кажется, что людей много. Слушай, там, по-моему, девушка вообще головшом загорается. Ее просто полотенцем всех прикрыли и все. Ты видел? Да. Вообще, ни стыда, ни совести. Что такое? Так они увидели твою камеру. А, из-за этого прикрылись, думаешь? Да. То есть это голшом лежит? Да. О, ужас. Блин, ну, вообще, ну, зачем так делаете, девчонки? Я все понимаю. Хочется, чтобы все загорело. Ну, пойдите в какое-то другое место, да, пляж. Смотри, тут сколько девчонок. Три девчонки сразу, друзья. Ну, вот это называется фламинго. Ну, тут чисто номера, как бы, очень дорогие. Бассейн с подогревчиком. Девчонки плавают в очках. Я отдыхал здесь один раз. Когда-то было, тут как по скидочке. Прикольно даже. Сейчас же, я не знаю, даже, сколько цена стоит. Жил вот в номере, где девушка. Видите? А, нет, это мужчина выглядывает из окна. То есть, ну, было здесь, как бы, клевенько. Сочи уже застраивают набережную. Можете видеть, строят кафешка летняя, как раз-таки уже столовая фламинго. И здесь можем увидеть на пляже, что люди, кто-то загорает, а кто-то прячется от еще прохладного воздуха, который с моря приносит к нам. Ну, самолетик просто каждые несколько минут один за одним улетает. Шикарная жизнь на набережной Сочи. Признавайтесь, хотели бы оказаться здесь или не очень? Так, мы двигаемся дальше. Смотрим на людей, поедающих жадно кукурузу на берегу моря. Скоро наших отдыхающих станет здесь гораздо больше. Вы все будете ее тоннами съедать. Не знаю, такое ощущение, как будто вы дома кукурузу не покупаете, не идите. Как только на море приезжайте, сразу огромное количество ее побеждаете. Ой, как это прям шарик, лев рядом сидит белокаменный. Красота. Так, 80 рублей цена за шарик. Три шарика за 200. Ох, ребят, ребята. Короче, один шарик 83 шарика 200. Пожалуйста, уже ребята работают. Посмотрите, половина столиков занята. Люди сидят, отдыхают. То есть движуха идет по полной программе. Вот вам и разница между Адлером и нашими всеми курортами. Здесь уже люди отдыхают. Уже под музычку, уже чувствуется ли это. Кукуруза, кстати, по стол. Требуется продавец. Красота. Вот он, кстати, хачапури. Пиво, блюдо на мангале. Можно увидеть. Кстати, хорошие ценники, я могу сказать. Шея за 150 рублей. То есть не самое дорогое, чем видят. Причем то, что она на набережке. Мне очень нравится вот эта большая пальма. Да, тут стоит пальма, большая сосна. И под ней очень много большой агавы. Причем у них двух видов тут находятся. Очень красиво смотрится. Всегда, когда прохожу мимо этих мест, останавливаюсь, посмотреть. Поворачиваешься к морю, а там, короче, девушки раскорачивались. Ну, что происходит? Не знаю. Что их так распирает-то? Не, мне кажется, они из моря кого-то ждут явно. Просто нет слов от ни комментариев. Ну, кстати, смотрю, вот очень популярная вот эта майка с буквой Z. Прям уже не первую вижу. 650 рублей такая стоит за 300 со 100, а не 900 со стальным. Сталин дороже. Пивозавр. Слушай, тут огонь. Такое еще не видел. Пивозавр. 650. Смотрим, вот эта стройка, я смотрю, начала жить, ребятки. В скором времени появится или эта квартира, или огромный отель. То есть началось остекление. Вот сколько лет она уже тут стоит. Ну и атмосферное заведение Фрау Марта. Когда-нибудь я буду пить и зайду обязательно. Если вы тут были, напишите, как вам было вкусно или нет. Прям очень интересно. Тоже симпатичное заведение. Вот ребята сидят там, дымят, паровозят и прям смотрится довольно-таки атмосферно. Посейдон бар, это у нас там называется. Смотрите, какая красота, ребятки. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы поглядим. Сейчас все смотрится. Тир, пожалуйста, слушайте, сколько народу, а. Ребят, просто это еще даже не вечер. Просто попробую пройти по набережной. Толпа. Здесь находится знаменитая рыбка, друзья. Которую мы сейчас должны все гладить и просить, чтобы, скорее всего, пришел мир ко всем к нам. Прям честно, хочется, наверное, больше всего. Поглажу, как говорится, за вас, за всех. Рыбка дай нам мира от души. Смотрите, сколько детей, людей везде, в каждом магазине. Вот как оно тут все покупается. Дети бегают, суетятся. Здесь сидят люди, очень много прогуливающихся на пляже, загорают. Самое интересное, что никто не купается, потому что море холодное. Смотрите, здесь было всегда кафе с такими красными диванами, а теперь уже чайка, пляж, выход и просто везде люди, 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 люди. И все, больше нету тут, короче, этого заведения. Магазинчики, друзья мои, все переделали. То есть теперь все выглядит совершенно по-другому. Ну, все уже покрасили, все уже подбелили. То есть здесь мы не видим никаких ремонтных работ. Все выглядит очень даже симпатично. Приезжай и отдыхай. Огромное скопление людей. Смотрите, построили навес сюда больше. Решили, что просто столики их не устраивают. И здесь появился очень быстро навесик. То есть все отлично. Здесь тоже на пляжике люди. Здесь, кстати, более такое песчаное дно. И уже поставили качельки, на которых наши отдыхающие отдыхают. Что-то еще сказать. Ну, прям классно. Я радуюсь за всех тех людей, которые себе могут позволить выйти и получать удовольствие. Вот так вот с бокальчиками сидеть, что-то запивать из стаканчика. Все, друзья, можете вот так вот прийти с девчонками, сесть на зеленые куфки, либо с Ярославом просто на набережные. Все общаются, все очень хорошо, веселые. Отель фестивальный. За ним находится сквер Бестужева. И как раз-таки в этом отельчике я тоже отдыхал. Здесь уже сделали столовую. Смотрите, и столики на набережной стоят. Посмотрите, сколько народу. Просто везде люди, 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 люди. Нескончаемый поток. Что ж тут летом будет, ребят? Боюсь представить, насколько обогатятся в этом году в Сочи. Вот кафе, фестивальное. Прям можно посоветовать. Потому что по ценникам прям очень приятно было. То есть как в столовую прийти покушать. Причем хорошее помещение. Симпатичное, стильное. Так, все, мы ценники посмотрели. Ребят, повторяюсь, телеграмм. Марио смотрим на столовую. Очень приемлемый ценник, по-моему, из всех то, что мы видели вообще, в принципе. Но это только цены на апрель. В дальнейшем все может измениться. Будем посмотреть, как оно, конечно, будет дальше. А так даже интересно, вот люди сидят на набережной тоже. Здесь находятся массаж, медпункт и МЧС. Вот так вот, я люблю пляж Чайка. Тоже знаменитая такая фотография. Наверное, у каждого есть, кто здесь отдыхал. Так, под музычку можно подойти, чтобы не забанили. Хорошо парень поет. Кофе с собой. Так, всякие коктейльчики. И опять-таки, все на территории пляжа. Слушай, мне кажется, раньше столько не было всех этих вот мест. Красиво. Класс. Здесь тоже уже облагоустраиваются потихонечку пляжи. Мешочки ставятся, качельки. Впереди просто толпа, ребята. Пустите меня по-братски, дайте пройти. Вкусная еда, живая музыка. Хорошая рекламка такая. Мак, короче, ушел в прошлое. Все замотали, не работает. И все. Грустинка. Слушайте, здесь остался один KFC. Гордо не уходит. Нифига. Вот это огонь. И слушайте, у него теперь просто все, кто сидят, все едят из KFC. Просто выручки, ну, двойны, образно говоря. Раньше ты мог выбирать, там, любишь что-то, что и брать. То есть сейчас у тебя выбора больше нет. Тоже вот тут хорошее миграция. Там, конечно, так зелено, классно. Смотрите, ее даже уже ребята перекапывают, что ли. Надеюсь, они пальму воруют. Просто копают. И идешь, потоки людей двигаешься. Все на своей, как говорится, волне. Очень много, кстати, еще непоняток у людей в голове. Какая погода, как одеваться. Кто-то раздет, как мы в шортах, кто-то еще в куртках теплых. В общем, все гуляют и удовольствие получают. Это хорошо. Полностью вот этот бордюрчик заделывают лавочками. Смотрят, это красиво. И столько зон сразу появляется, на которых люди смогут сидеть. Очень классно, большие молодцы. Вот вам реализация. Отдых, все для людей. Вроде бы все готово. Нет, нет, что-то доделали, что-то придумали. Это не как у нас Витязева, говорит, меньше лавочек, чтобы больше сидели в кафе и ресторанах. Ну, пожалуйста, сидите, гуляйте. Кто хочет кафешечку, тот кафешечку пойдет. И шикарный вид на заснеженные горы. Ребят, если вы не видели чего-то в Сочи, то вы можете видеть такое. Смотрите, ни одного рыбака нигде. И одна женщина с удочкой. И к ней уже мужик подкатывает, знакомится. Или она к нему подошла, говорит, дай за удочку подержаться. Я, короче, не знаю, в чем фишка. Но, по-моему, на удочке даже лески нет. Слушай, ну, прям круто. Посмотрите, как поменялась набережная. И сколько на ней здесь теперь людей гуляет. Куда ни посмотришь, везде. Люди, 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 люди. Я повторяю, ребят, это еще не сезон. Люди говорят, у нас сезона нет, людей мало. Ребят, вам немного. Я так часто от души спрошу уже отдыхающих. Это Стерлинг Пап. Стерлинг Бернг 5190. Соник вот такой. По такую приятную музычку. Собственно, чтобы не посидеть. Это река Мзинта называется. С видом на Кавказские горы. Все, забрались мы на мостик. Смотрим на заснежные горы. На парк. С правой стороны красивые там пальмы. И вот, что меня больше всего поражает. Куда ни посмотришь, везде люди, люди, люди. Этим местом брал в аренду велосипеды. Сейчас, кстати, не знаю, есть или нет. Велики – это вообще актуалочка. Таких мест, как Адлер. Потому что здесь большущие пространства, в которых хочется везде побывать. Да, кстати, вот он. Прокат работает. Я здесь брал велосипедпрокат. И набережные хорошие, широкие. Можно кататься очень много. Ух, смотрите, какие интересные заведения. То есть с бочками. Икра, блюд, устрицы. В общем, шведский стол нам показался дорогой. По 150 рублей там за 100 грамм. Просят всех блюд. То есть, а не то, что заплатил. Бери сколько хочешь. Это не наш формат. Вот комбо завтрак за 189 рублей. И нам здесь уже интереснее звучит. Шведский стол 69 рублей. Река вкусная. Здесь находится отель Риверстар. Что в Абхазии много заброшек. Там все. О, вот мы к морю подходим. В Сочи, Адлер. Рекамзимта. Пожалуйста, ребята. Стоит здание. Бьются стекла. Точно так же выглядит. Непривычно, страшно и печально. И мы прогуливались в Сириусе по набережной. Там тоже стоят вроде совхоз Россия. Да, заброшка прямо на берегу моря. То есть, о чем говорить. То есть, они везде есть. Просто там, возможно, как-то на это больше люди акцентируют. Внимание. Так вот, сочницы выезжают. Рыбку поводить. И здесь, я думаю, что можно даже с палаточки привстать. Рядышком морюшка. Будет прям реально красота. Все это место мы запомнили. Если что, сюда приедем. Мы спокойно могли и шашлычка пожарить, и удовольствие получить. Ну, как говорится, кто бы знал.